Утро доброе, мои любимые подписчички! И мы снова в Египте, я приглашаю вас в новый день, новые приключения. У меня отличное настроение, утро началось хорошо, как минимум потому, что у меня перестал гореть чек-энжин на машине, и это очень круто. Надеюсь, что он больше не появится, но это вряд ли. Мы отъезжаем от порта на остров Филы, где есть как минимум один храм, в котором есть еще несколько храмов. В общем, посмотрим, что кого. Сейчас было такое, типа, 10-15 минут жесткой торговли с веселыми ребятами за то, чтобы подешевле уехать на этой лодочке. Толпа народу, все предлагают свои цены, все обижаются, это все очень забавно. В общем, мы вчетвером едем на этой лодочке туда и обратно, как я понял, за 200 пунктов. Единственное, что я начинаю сомневаться, 200 пунктов с каждого или 200 пунктов с лодки. Но об этом я вам расскажу немного позже. Сам билет в храм стоит 180 пунктов, плюс, как практически обычно, 20 пунктов за штатив. Вот так вот наслаждаемся. Туристы некоторые думают, что это та знаменитая дамба, но на самом деле это просто мост в Усуан. Не путайте. А мы с вами направляемся вот куда-то вот туда, смотреть на прикольные острова. И я надеюсь на храмы, которые отличаются от тех храмов, которые я видел вчера, позавчера и поза-позавчера. Let's go! Ну что, вот мы и на острове. Начну немножко издалека и скажу вам о том, что вчера, когда мы были на дамбе и видели этот огромный этот Нил, разлившийся. Это считается не просто рекой Нил, это уже считается озером Насар. И настоящий остров Филы, он сейчас находится под водой этого озера Насар. В общем-то, как и вчерашний храм Калапша, этот храм фильский тоже был перенесен оттуда, с юга сюда, на север, к Суану, на вот этот остров. Этот остров называется Агелика. Итак, друзья, начнем мы с вами с Киоска Трояна, или Ложа Фараона, как это называется. Считается самой интересной, прикольной сооружением. Чего? Ладно, будем считать, что этого не было. Итак, друзья, начинаем с вами с этого интересного, прикольного и, наверное, самого изящного сооружения. Здесь на острове это киоск Трояна, или Ложа Фараона. Вообще Троян это был римский император в начале нашей эры уже и приписывают ему этот храм. Просто потому, что считают, что внутри на стенах изображено именно его лицо, его тело. Он, короче, изображен. Насколько это верно или нет, никто не знает. Но выглядит эта штука действительно очень прикольно. И уже когда заходишь на этот остров и видишь вот это, ты понимаешь, что вроде как не зря я сюда приехал. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дальность. Просто сделай это. То я заплатил 5 фунтов за парковку. Ну, я заплатил 10, потому что у меня у них не было сдачи. 10 фунтов за парковку, бесплатно вошел и бесплатно сходил поссать. Что происходит? Я точно в Египте, может быть, я куда-то переехал? Это супер странно, но так круто, блин. Ну, а мы с вами приехали в городок Комомбо, и это местный храм города Комомбо. Но на пути в Каир, на пути в Луксор решил заехать. Ну, мы же любим храмы, правильно? Нам надо посетить все храмы. Храм этот посвящен сразу двум богам. Гору, про которого мы уже кое-что дознаем, и также второму богу, который я забыл как зовут. Я такой наивный долбоеб, это просто пипец. Там был не вход, это было просто проходкой. Вот тикет офис где-то здесь. 140 вход, 20 за штативчик. А я так обрадовался. Я подумал, что этот мир еще простоит какое-то количество лет, что он еще не потерян. Но нет. Но нет. Все в этом мире решают деньги. Но не будем о грустном, а будем о прекрасном. И так, друзья, храм в Комомбо построен симметрично по своей оси, потому что посвящен двум богам. Гору, про которого мы уже немножко знаем, и богу Собику или Сабеку. Это бог с головой крокодила. Он бог Нила. Такого воды, водного процветания, да, плодородия. И то есть это как бы два храма в одном. То есть у каждой половинки есть свой вход. Свой зал с этими вот гипостильными колоннами. Я не знаю, как правильно по-русски, но гипостиль это называется на английском. В общем, это очень интересно. Люди с дырками в башке. Интересненько. А вот эти штуки я по мне рассказывал, да, письмена в таком вот эллипсе. Называются картуши. ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в Осване на острове, где мы были Оказывается нет, ого Блин, ну это Вот это Принцев Персия, конечно Или тоже Dark Souls Немножко, я не знаю, видно на камеру или нет Но Туда бы я спрыгнул, конечно Ну, по лестнице бы я спустился Но хрен мне Прикольно Музыка 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 Вставим ему Сколько ставим ему? Всем с полой Да, всем с полой Слушайте, он прикольный Очень хорошо сохранились Наскальные рисунки На колоннах На стенах Сами видели Прям очень хорошо ну и они все-таки немножко по-другому выглядят разнообразные другие фигуры до этого бога крокодила и короче да короче даже без короче вы сюда не поедете поэтому вряд ли вам это понадобится но если вы к соберетесь я бы на вашем месте заехал надеюсь видно обычные страны хорошая погода летают птички египет хорошая погода летает целлофановые пакеты этот вес решил немножко поснимать вам город хомомбо просто чтобы примен поймать такой египет как люди здесь живут как грязно как здесь бедно так здесь странно все вводят как здесь много бибикают да фоков сразу начинают типа такси такси вот сразу блять я пытаюсь найти пожрать если честно но что-то такое чувство что сегодня выходной у них пятница и просто вообще нихуя кроме не работает потому есть варик что я буду перебиваться этими печенюшками всякими сейчас мы все узнаем йоу ну чё в сумерках я добрался до отеля отель называется клеопатра он находится в 500 метрах от того отеля где я был до этого в луксоре знакомые места вся фигня и давайте быстренько посмотрим что можно получить за полторашку я решил что-то новое попробовать и не зря у них такие хорошие оценки толчок красивый чистый тут даже ванная комната и даже ершик есть а большое мыло прикольное вот тут все такое тоже хорошенькое кровать с балдахином как вы видите обогревашка дофига розеток и даже вроде как нормальное окно но там уже темно ничего не видно вот и стоило это полторы тысячи рублей как я сказал одну типа по моему очень прикольно очень мило и самое крутое то что и ужин и завтрак включены на букинге есть галочка можно поставить можно поставить галочку вам называется полный пансион когда все включено и завтрак и обед и ужин поэтому ребята пользуйтесь я следующий раз попробую когда в каир поеду попробуем может найти и завтрак и обед и ужин одновременно бесплатно ну блин это супер круто и выгодно вот а на сегодня все так что давайте через секундочку просто возьмем и переместимся в следующий день а